Приветствую зрителей и подписчиков канала V-Online. Сейчас будет очень длительный повествовательный ролик о подсидельных штырях и рамах. Все чаще и чаще происходят случаи поломок рам, штырей и очень многие моменты. Было бы неплохо проговорить. Очень много важных моментов, которые обычный потребитель в принципе не знает. И устраивайтесь поудобнее. Начнем обсуждать все то, что происходит со штырями и рамами со временем эксплуатации и что вообще делает производитель в мире велосипедов, делая вот такие вот замечательные компоненты для наших велосипедов. И как это влияет на рамы, как они вообще рамы делают. И сейчас постараемся разложить основные вопросы и моменты по различным группам. И начнем мы с самых популярных масс-маркетовых велосипедов. Самыми популярными алюминиевыми рамами, самыми популярными алюминиевыми штырями. Вот таких вариантов огромное количество и в последнее время все больше и больше становится поломок рам в верхней части, где вставляется подседельный штырь. Раньше таких проблем было меньше, но сейчас со временем и рамы стали делать, отходя от основных стандартов и технологий, и штыри стали тоже хуже. На старте нашу раму делают из алюминиевой трубы и внутренний диаметр подседельной трубы в раме должен быть стандартизирован. Ну, например, в нашем проектовом велосипеде Сингер Ванкувер, который стал теперь СТГ называться, диаметр штыря 27,1, замерен на штангенциркуля. А диаметр трубы предполагается, что завод должен быть 27,2 внутри рамы. Но производитель рамы тоже немножечко забивает, и рама наша в принципе новая, но диаметр там чуть-чуть больше. И сам штырь тоже, видите, не соответствует тому, что он 27,2. Многие сейчас, конечно, могут написать в комментариях, что если они будут плотно соответствовать, что один 27,2 сделал, другой 27,2, ничего не совпадет. Ничего подобного. Мы много раз подгоняли диаметр штырей к карбоновых рамам один в один, и все входит хорошо. Если все сделано точно, у вас штырь не кривой по длине и не заваленный, то все у вас будет работать нормально. Конечно, я понимаю, что в масс-маркетовой раме их труба подстельного штыря и труба рамы может быть кривая с дефектами. Она может иметь внутреннее напряжение, она может быть искаженная, она может быть овальной, может быть по высоте стенка искажена. Поэтому погрешность окей, там 5 соток. Но в нашем случае одна десятка на штыре и одна десятка на раме. И что у нас в итоге получается? Вы берете новый, подчеркну, велосипед и новый штырь. Видно, что он вообще не покоцанный. Вставляете и видно, что у этой всей конструкции есть на старте люфт. Причем во всех плоскостях, и штырь наш очень легко вставляется. И это происходит на старте. Сразу спешу заметить, что на самом деле наш штырь держится не за счет того, что он зажимается хомутом, и в этом месте труба сужается и сдавливается. Наш штырь держится по тому принципу, что под небольшим углом вы его нагружаете, и он держится за счет прижатия к стенке. И чем лучше у вас происходит соответствие диаметров, тем пятно контакта вашего лучше. Соответственно, он должен быть прижат по задней стенке очень плотно и по передней стенке. Вот этот момент удерживает штырь. В одной из самых интересных рам, обзор, которую можно смотреть на нашем канале, мы увеличили длину подстельного штыря каплевидной формы на велосипеде Time. И там нет разреза в раме. Настолько плотно каплевидный штырь входит в каплевидную раму, что зажим нужно затягивать 1-2 ньютона метра, и он держится намертво. Если он идеально совпадает по форме, и у вас хорошая плоскость прилегания, все будет держаться хорошо. Но если в вашем случае происходит вот такая вот история, то вот это уже не очень хорошо. Да, естественно, вы зажимаете зажим, и все у вас вроде бы держится, но в любом случае ваш штырь при работе имеет внутри небольшую подвижность. И в течение работы происходит следующая беда. Так, сейчас положу. И со временем происходит следующая беда. Через некоторое время внутри рамы немного начинает окисляться. Алюминий хорошо окисляется и очень хорошо шлифуется. Вода, грязь, небольшой песок, который попадает внутрь рамы, начинает потихонечку поджирать диаметр. То же самое происходит со штырем. И если вы рассмотрите подседельные штыри бэушные, видно, что он становится немного вот таким вот потертым. И мы сейчас берем штырь компании Core, начинаем мерить его диаметр. И он 3147. А на старте это был 31,6. Может быть, он был диаметром, точнее, сделан сверху 3153. То есть он на 4-5 соток ушел в диаметре. Опять повторюсь, он не вытертым полностью. Вот берем штырь изношенный от компании Rich, и она делает хорошие штыри. И вот здесь вот диаметр штыря 3148, 3143. А поверху, где износа нет, 3155-57. То есть вот до такого состояния изношенный штырь ушел в диаметре на одну десятку. То есть изношенный штырь и немного потертый. Они начинают уменьшаться в диаметре. То же самое происходит внутри с рамой. Повторюсь, это анодированный штырь, который не так сильно подвергается коррозии на старте, а раму шлифуют чуть быстрее. Это говорит о том, что через 3-5 лет эксплуатации вашей рамы штырь уменьшится в диаметре на 5 соток, и рама увеличится в диаметре тоже соток на 5. И если на старте они не совпадали в диаметре на 5-10 соток, то через 3-5 лет они будут совпадать еще больше. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вы будете сильнее зажимать ваш хомут, и ваш штырь начинает перекашиваться внутри рамы. Есть второй фокус. То, что касается масс-маркетовых штырей. Компании Промакс, Зум, Калин, ну и прочая статья, все, что ставится на большинство российских велосипедов, это дешевый подседельный штырь, сделанный из очень дешевой алюминиевой трубы. У любого алюминия есть усталость. И штырь подседельный, это узел, который получает очень приличную нагрузку. Ну, в принципе, это самая высоконагруженная часть конструкции труб в вашем велосипеде. На штырь приходится приличная нагрузка, особенно в месте его изгиба, в месте давления хомута. И в этом месте со временем алюминиевый штырь накапливает усталость, потихоньку начинает деформироваться. Деформироваться он начинает не только по принципу овализации, потому что его хомут сдавливает неравномерно, и он начинает сплющиваться, но и сжимается он к центру. Вот эта особенность хорошо заметна на карбоновых штырях, которые не подвергаются хорошей стойкости от такой нагрузки. И в некоторых карбоновых штырях вставляют алюминиевую трубку внутрь штыря, в то место, где у вас будет, предполагается, где у вас будет находиться зажим. Алюминия эта ситуация поддержана меньше, эта деформация, но тем не менее, она есть. За этот год несколько рам к нам пришло в сервис на ремонт, алюминиевых, карбоновых, и во всех случаях мы вытаскивали подседельный штырь, мерили его, и выясняли, что диаметр там уже при, внимание, не изношенной нодированной части, 3145-3142, это говорит о том, что его сплющило. Не только из-за износа. Повторюсь, я мерил здесь не те части, где находился предполагаемый хомут, а специально измерял часть трубы, которая не подвергалась деформации. Те подседельные штыри, которые мы извлекали из рам, мы знали, где точно находился хомут, и мы мерили именно ту часть трубы, которая находилась в месте с сжатия хомута. И там из-за деформации штырь уходил еще на 1-1,5 десятки, плюс коррозия. И все сводится к тому, что штырь уже начинает совпадать, не совпадать с рамой на 3 десятки, треть миллиметра. Дальше что происходит? В момент того, как вы едете на велосипеде, штырь начинает деформироваться. Из-за усталости трубы он начинает играть как рессор, он начинает изгибаться. Среднестатистическое наблюдение. 5,4-е наблюдение. То есть через сервис прошло сотню случаев, где мы видели сломанные штыри, деформированные штыри, сломанные рамы и прочие ситуации, из которых стало ясно, что обычно простой масс-маркетовый штырь в среднем работает примерно 7-8 тысяч километров. Повторюсь, в среднем. Это значит, что под тяжелым райдером при приличной нагрузке штырь может ходить меньше 5-6 тысяч километров, а под легким райдером штырь может ходить 11-12 тысяч километров. И при таком пробеге он не сломается. Не надо сразу писать комментарий, что вот я проехал 15 тысяч, у меня все огонь. Да, еще раз. Нормальный эксплуатационный срок работы штыря, по нашему наблюдению, примерно 6 тысяч километров. После этого пробега штырь начинает уходить в размере. Это во-первых. Второе теряет жесткость. И после таких пробегов, ваша рама, хвостовик и рама начинают воспринимать избыточную нагрузку и начинает деформироваться. Через некоторое время мягкие подседельные штырь начнут разрушать вашу раму. В первую очередь трещины могут пойти от разреза. Внизу дикоплевидная форма. Из-за несовпадения диаметров и излишней деформации в этом месте пойдут маленькие трещины. Второй момент, где может ваша рама подвести вас, это, собственно, место сварки. Грубо говоря, хвост вашей рамы по чекуньку начинает отклоняться назад. И по сварке трубы трескаются. Все те рамы, которые мы варили, либо заклеивали карбоновые рамы, где произошло разрушение верхней хвостовой части рамы, все эпизоды сопровождались тем, что штырь был с измененной геометрией и, скорее всего, даже кривой. Что, в принципе, легко диагностируется, если приложить к нему линейку. Был один интересный эпизод, и о нем чуть позже расскажу. Конфликтные ситуации в нашем сервисе. Именно по такому случаю. Ну, в общем-то, наш стингер мы изучили. Диаметр трубы 27,2. И вы мне скажете, что, ну, как бы, все рамы, в принципе, одинаковые, и все там плюс-минус косячат. И вот я вам сейчас покажу брендовый велосипед. Вот он за мной стоит. Это Cannondale Profit. Отъездил он хреновую гору километров. И мы берем тот же самый подседельный штырь. И, опять же, напомню, что он немного меньше в диаметре. И аккуратненько вставляем в раму. Вот он входит. У него есть маленький люфт. Но этот люфт из-за того, что штырь наш чуть меньше в диаметре. А рама так и остается 27,2. Магический алюминий, неизнашиваемый. Или, может быть, на старте сделанный очень точно. Вот здесь вот все у нас сделано хорошо. Хотя вот вытаскиваем штырь, и на штыре видны следы окислов. Ну, и все это сводится к тому, что качественная алюминиевая рама сделана, в принципе, на старте лучше. То есть, то есть, то, с какой точностью изготавливаются рамы, то есть, хороший производитель следит за точностью, с которой изготавливаются его рамы. И канадриловские рамы, handmade in USA, сделаны точно. То есть, это талон, который можно было, в принципе, вам показать. И на его примере демонстрирую, что рама, в принципе, сделана хорошо. А в новый стингер на старте есть люфт. Если вы думаете, что это касается только стингера, вот перед нами автор. Хороший чешский производитель с хорошей фабрикой. Цена, как эти, рыночный цена этого велосипеда выше среднего. Потому что за качеством следят. И вот мы берем обычный штырь Zoom. И вот он имеет небольшой люфт. Внутри рамы больше, чем в кананделе. И мы уже измеряли. И диаметр этого штыря, повторюсь, 31,5. То есть, он опять же чуть меньше. Но люфт больше, чем в кананделе. Это говорит о том, что и диаметр рамы тоже немного не совпадает. Опять же, повторюсь, что детский велосипед практически не ездил. И если даже ездил, то ездил без нагрузки. И штырь имеет люфт в раме. Что делать? Спросите у меня, и я вам расскажу. Первое. Нужно защищать вашу раму от попадания влаги и грязи внутрь. И для этого многие используют обычный кусок камеры. Натягивают резинку на разрез рамы. Для того, чтобы не накидывала туда грязь, не летела туда вода. Уменьшить коррозию нужно. Второе. Можно пользоваться пастами. Никто не запрещает. Это специально, по сути, смазка, которая не испаряется, которая уменьшает коррозию. Третье. Естественно, через некоторое время штырь было бы неплохо заменить на другой. И желательно уровнем выше. То есть, если мы возьмем штырь от компании Richie, либо Core, диаметр там будет соблюден точно. Может быть, на одну, две, три сотки меньше, чем заявлен диаметр стандарт. Но, тем не менее, это на две сотки, а не на одну, две десятки. Список самых интересных штырей, которые можно встретить на российском рынке, которые отвечают качеству, жесткости и ходят долго, неплохо себя показали на рынке. Первое. Томпсон. Вне конкуренции. Круто. Всегда точно. Всегда жестко. Ни хрена не корродирует, не уходит диаметр. Высокая жесткость и так далее. Второй штырь, который хотелось бы сразу подчеркнуть, это FSA. Потому что в штырях FSA есть модели, которые не облегченные. То есть, если вы берете дорогой штырь от некоторых компаний, его делают легче, жесткость не уменьшит. Третья компания, которая тоже популярна в России, это Richie. Ну и далее уже там Core, Istone. В общем, все, что не из масс-маркета и с ценой выше среднего. Оно сделано точнее, оно жестче, служит дольше. Рама будет сохраняться лучше. И вторая ситуация, которую хотелось бы разобрать, касается наших любимых карбоновых рам. И вот здесь вот стоит разобрать ситуацию, что есть брендированный карбон, нормальный, качественный. И сделанный по всем параметрам. И у нас есть наш любимый Алиэкспресс. Китайский вариант. Масс-маркеты, народный. И многие говорят, ну все с ним сделано нормально. Что там, как бы. Проблем нет. И дальше, что происходит у производителя. Вы можете посмотреть ряд распилов карбоновых рам. А мы уже напилили приличное количество карбоновых рам. И там мы рассказываем о том, как они внутри устроены. То есть нас клеит передний треугольник. Дальше, скорее всего, отдельным выделенным узлом вклеивается труба. Вот эта труба, она сделана отдельно. И при вклеивании никто не гарантирует вам точной посадки и хорошей точности. В любом случае, производитель немного ошибается. И что делают? Такие, ну давайте мы сделаем там не 31,6, а 31,55, ну чтобы все наверняка совпало. И вот, ну, начинают клеить. И если вдруг у них получается не очень ровно, то раму заказчику не отдают. А она начинает искать своих владельцев где-нибудь, но только не разкашанную в бренде. Эта ситуация естественна среди всего среднестатистического производителя. Крутой производитель идет, естественно, к хорошему производителю рам, где раму делают очень точно, за качеством следят. И что на выходе у нас получается? Мы берем штырь, мы его уже померили и начинаем смотреть, как он входит. И он входит практически идеально. При том, что он имеет небольшое искажение в диаметре, он чуть-чуть меньше. То есть диаметр трубы 31,6 ровно, без каких-либо искажений. Еще раз повторюсь, вот мы берем, вставляем, и наша труба практически не имеет люфтов. Все очень точно подогнано в этой конкретной раме. Но что у нас происходит с китайским производителем? Китайские производители обычно делают так. Они же, опять же, предполагаются под использованием китайских штырей. Никто не гарантирует ровность ни подстельной трубы, ни рамы. И производитель такой, 31,6. А хуй с ним, сделаем от 31,5. Потому что штырь может быть неровным. Когда клеят китайские штыри, они тоже такие думают, а если рама будет неровная? А давайте мы сделаем... Что у нас происходит с китайскими рамами? Производитель клеит раму и думает, ага, использовать будет, скорее всего, с китайским штырем. И давайте-ка мы сделаем чуть больше. Ну, на всякий случай. А то штырь-то может быть не очень ровный. Давайте сделаем 31,7. Штыри клеят такие, пацаны сидят. Ага, и, наверное, будет использовать какой-нибудь очень убогой нашей рамы китайской. Давайте сделаем 31,5. Ну, с зазором, чтобы нормально было. И они сразу пытаются сделать 31,5. Получается криво. Получается 31,45. У этих получается 31,75. Потом берется штырь, вставляется рама. Он там болтается, вот как карандаш в стакане. А как же с ним жить? Многие, кто собирается дома, такие, как бы, ну, хер с ним будем ездить. Мы их недолго заплатили. В сервис приходится заморачиваться и подгонять диаметр еще вдобавок. Но это полбеды. Значит, несостыковки происходят в склейке. Вот этой внутренней вклеенной части трубы, которая начинает со временем размягчаться и начинает внутри еще люфтить в раме. Со временем это ухудшает посадку. Ее приходится сильнее сжимать, и она начинает трескаться. Третий фактор. У нас происходит со временем шлифование трубы. Ведь если у нас есть зазор, и чем он больше, тем быстрее происходит шлифовка. На штырь болтается внутри рамы. И та грязь, которая внутри попадает, потихоньку начинает шлифовать раму. Ну, по принципу, обычно по циклической нагрузке, по прижатию вместе с песочком. Кто имел дело с алюминием и карбоном, те знают, что алюминий и оксид алюминий, алюминий 2О3, это по сути то, из чего стоит глина, он немного липкий и тяжело вымывается из пятна контакта. А вот шлифованный карбон очень хорошо вымывается из пятна контакта, и карбон значительно легче шлифуется. То есть деградация карбоновой рамы в месте крепления подседельного штыря происходит быстрее. Ну, и это еще не все. Штыри тоже деградируют. Карбоновые штыри вообще конкретно деградируют. То есть, вы меня родом из Китая. Вместе с зажимом происходит его растрескивание, уменьшение диаметра, и все со временем начинает болтаться. И сейчас я вам просто покажу, как это выглядит. Это с придыханием показывать надо. Вот мы начинаем вставлять вот туда. Ну, он там вообще как бы не цепляется ни за что. Вот он так вот болтается. Вот так, чтобы он нагляднее. Вот так вот он. С диким люфтом он там болтается. Вот, то есть, как бы... Вот хуй в прорубь поплотнее будет входить, чем вот этот штырь в эту раму. Вот полная хуйня. И что же с этим делать? А, конечно же, купать брендированный карбон. Но если бабла нет, и вы приобретаете наш любимый Алиэкспресс, то стоит очень внимательно подойти к тому факту, какой у вас подсидельный штырь, и какая у вас рама. И насколько они не совпадают. И если вы купили китайскую раму, купите брендированный нормальный алюминиевый жесткий штырь. Опять же, Томпсон, ССА, что-нибудь. То, что будет в любом случае выверенным диаметром, и, скорее всего, будет болтаться значительно меньше, и он будет, по факту, на старте жестче, что уменьшит деформацию хвостовика вашей рамы, и рама ваша не будет растрескивать, как вот эта рама, которая пошла в трещинах, потому что ее начало разбалтывать из-за несовпадения диаметра и постоянной вот этой деформации. Хотелось бы сразу поговорить несколько моментов. Все, что касается пасты, которая наносится на штырь, и да, они имеют место быть. Если вы используете карбоновую раму, алюминиевый штырь, пасты пользоваться нужно в любом случае, потому что алюминий с карбоном образует гирпаническую пару, происходит коррозия и так далее, и так далее. А пасты для рам – это по факту смазка с присадки, которая уменьшает пару трений, что добавляет немного абразива, который ваше трение, опять же, увеличивает. И что самое характерное, паста убирает доступ к влаге и кислороду в пятно контакта, чтобы не возникала коррозия. То есть паста позволяет штырю не проскальзывать вниз и позволит его вытащить, потому что он не перекипит. Очень много было ситуаций, когда в карбоновой раме алюминиевые штыри гнили, и дальше хрен чем вытащить. Это яркий пример, вот этот ричевый ЦС, он имеет эти раковины оксидов алюминия, и когда начинается коррозия алюминия, оксид алюминия начинает занимать больший объем и очень жестко влипает в вашу раму. Поэтому пастом нужно пользоваться. Есть некий совет из народной медицины использовать зубную пасту. Да, она скользит хреново, штырь поскальзать не будет, но зубная паста на минуточку имеет в своей основе воду. И когда вода высохнет, вот эта магическая функция препятствия коррозии, она не обладает. Поэтому это такая чисто наивная народная медицина, я бы ее не советовал. Там в каком-то случае для того, чтобы увеличить пауру трения, можно. Но с таким же успехом можно пользоваться любыми другими средствами, которые имеют какой-то абразив в составе. А по факту на самом деле пасты для штырей реально хорошо работают. Очень и так же опасной является ситуация, когда вы используете дешевые штыри, которые ламинированы карбоном, то есть это алюминиевая труба по факту, а там у вас карбон. И в случае коррозии вот таких штырей, у вас коррозия начинает идти в слое между алюминием и карбоном, он разбухает, и тоже достать все это будет практически нереально. Очень важный совет. Если вы используете первый, второй случай, то есть алюминиевые штыри, ламинированные или обычные, периодически вытаскиваете их из рамы, протираете, удаляете влагу, сушите раму, смазываете пасту, вставляете все это обратно, потому что через год или два, если вы штырь не трогаете с места, ни хрена вы его не вытащите. В некоторых случаях и приходится вырезать, выпиливать, и это тоже очень опасная ситуация. С этим фактом разобрались. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на хвостовик, нужно использовать хорошие штыри, за ними следить. Если у вас дешевый масс-маркетовый штырь, то через 5-7 тысяч пробега было бы неплохо его заменить на более качественный. Если у вас качественный пастельный штырь, опять же, при определенном пробеге, помните, что он тоже устает, он будет служить дольше. Он точнее сделан, он жестче, но в любом случае, в тысячи через 10, он становится уже значительно хуже и может нагружать вашу раму, если вы используете хорошую раму. Пастельный штырь можно заменить как расходный материал. Сейчас многие, конечно, скажут, что современные рамы, они сделаны без зажимов, у них стоит специальный клин, и это типа вот круто, это почти панацея. Уже многие мне в комментах предъявили за клиновидные зажимы, это типа круто. Ни хрена, блядь, это не круто. Объясню почему. Ваш штырь, как я уже говорил, должен прижаться и к задней стенке, и к передней. Когда у вас стоит клин, он толкает штырь в одну сторону. По факту вы штырь нагружаете, но передняя, нижняя стенка к трубе вашей не прижимается, потому что свыше ее поджимает клин. И работает все это хуже. В идеальном случае у вас должно быть совпадение по диаметру, у вас задняя стенка плотно прижата по диаметру, и передняя стенка, и сверху слегка это должно быть поджато с зажимом. Повторюсь, слегка. И те люди, у которых проблемы с проскальзанием подседельных штыря, проблема заключается не в том, что у вас хреновый зажим, а в том, что у вас разница в диаметрах, нет пасты, и прочие фокусы происходят. Кстати, опять же, возвращаясь к тому старому видосу по поводу щелчков в раме, один из самых популярных щелкающих элементов в вашей раме это подседельные штыри. И щелкают на двух местах, в башке, где крепится седло, и, собственно, в пятне контакта рама. Ну и сейчас расскажу один из самых интересных, ярких случаев, который был таким апофеозом многих эпизодов, связанный с ремонтом хвостовиков рам и карбоновых, и алюминиевых. Обратился к нам в сервис парень, у которых лопнула рама алюминиевая прям по месту стыка верхней трубы и подседельной. Ну, из-за деформации штыря и рама, в принципе, треснула. Мы вытаскиваем подседельный штырь еще до сварки. Я его консультирую, что проблемы заключаются и в подседельном штыре, в том числе, потому что он со временем износился, как я уже рассказал, рама тоже износилась, и штырь стал более мягким, и он согнулся. Паренек был, в принципе, не тяжелый. При нем я замерил диаметр и замерил его изгиб. Приложил линейку, показал, что в месте его сгиба расстояние от линейки до штыря примерно 7-8 десятых практически миллиметров. Штырь был реально кривой. Дословно было ему сказано, что штырь все уже сломанный, его тоже нужно заменить. Я вам предложил несколько вариантов штырей. А что парень сказал, что не надо, подождите, я сам куплю, вы просто мне раму сварите. Мы окей, фиксируем ось, все обвариваем, косыночку сделали, даже небольшую такую, место усиления сварки. Проходим развертки, все хорошо. Человек приходит, мы берем новый штырь, вставляем в раму, он входит плотненько, все нормально. И, естественно, ему отдаем его седло, его подседельный штырь и говорим, что точно купили новый штырь, потому что у нас штыри есть, мы можем вам продать. Он, не, 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 все нормально, я все, справлюсь, я понял. Все, он расплачивается, уезжает, приезжает через неделю. И что вы думаете? Нет, плохо заварили, надо снова варить. И моему возмущению не было предела. Потому что человек приехал с тем же самым подседельным, сука, штырем. Ему три раза объяснили, что штырь сломаный, он загнутый, он засунул гнутый штырь, уже создав нагрузку, сел и продолжил кататься. Естественно, гнутым штырем он сломал снова раму. И здесь, не мучу, в голову не пришло нового, как прийти, начать спрашивать, чтобы ему снова сварили по гарантии, потому что, блядь, мы типа некачественно варим. Верх глупости и невменяемости клиента заключался в том, что он даже штырь оставил. То есть, даже если он хочет наебать сервис и приехать снова за сваркой типа по гарантии, тогда он тут вытащит штырь. Нет, он его оставил в раме. Ну, скорее всего, наверное, он вытащить не смог, потому что мы его долго реально вытаскивали. И, когда вытащили, мы сказали, что, как же так, штырь-то старый, он говорит, ну, а как бы, почему бы нет? Я говорю, потому что я начал ему снова объяснять. По заключению всех объяснений, я говорю, окей, мы сварим по новой, с вас там столько-то денег. Он такой, а почему не по гарантии? Я говорю, потому что вы сами его сломали. С вами начали неправильно эксплуатировать раму сломанным подседельным штуем, и вы сломали. Человек в расстроенном чувстве покинул наш сервис. По-моему, даже были какие-то негативные комментарии, я уже не помню, но это не важно. Вопрос заключается в том, что человек из-за плохого подседельного штыря сломал свою раму, и в принципе даже не понял, что нужно ставить новую подседельную штырь. Поэтому, господа, внимание, относитесь к своим велосипедам бережно, меняйте подседельные штыри вовремя, следите за их геометрией, и все у вас будет хорошо. Как я люблю такие рамы. карбоновые, настоящие. Если, кстати, она кому-то интересная, вы можете написать в комментариях, мы что-нибудь можем про нее рассказать. Про нее будет отдельный выпуск, который, в котором мы подробно рассмотрим и изучим, но это, честно говоря, прям пиздец. вот прям вот так, молотком, блядь, это говно китайское, блядь. так, Давай еще раз ебем? Какие проблемы? Давай еще ебнем, блядь. блядь, блядь, ну, кстати, вот эти, вот пацаны, которые собрались, они говорят, вот если вы велосипеду уронили на камень, он треснет, карбоновый. Вот он треснет, блядь, где он треснул, блядь? Ну ладно, ну вот что, это вот, ну, как бы, блядь, это молотком я ебнул, то есть вы велосипеда роняете, ни хера не произойдет, ну, че, вот до следа, нет, где он трескается, где вот, треснет в них велосипед, да, на камеру роняет велосипед, люди, ой, все, блядь, бордюр там, блядь, ну, где треснет, то есть, если вот прям вот, хорошенько ударить, ну, и то, вот как бы, вмятины здесь, ну, трещинка эта небольшая, блядь, вы по алюминиевым раме, вот так же молотком постучите, там вмятины будет больше, повреждение будет более тотальное, и всякие вот эти глупости по поводу того, что велосипед начинает там, трескаться, то есть вы уронили его, блядь, не происходит, сейчас по-другому давайте сделаем, давайте мы реально как-нибудь уроним ее, и посмотрим, что получится, давайте на чуть-чуть острую уроним, давайте на молоток уроним раму, а, вот так просто, да, что-то, нет здесь никаких трещин, еще раз, уронили, ну, краска содралась, все, нет здесь трещин, честно, давайте еще раз уроним, сколько можно ронять раму, это как нужно уронить на камень раму, чтобы она треснула, поэтому все эти глупости по поводу того, что рама трескает, вот, это след двух ударов молотка с размах, ну, и причем, как бы, тотального, так сказать, повреждения нет, да, это очень классные рамы, я их люблю, не забудьте смотреть отдельный выпуск по поводу этой рамы, с вами сервис был, велосипедов, велолайн, ставьте лайки, этому видосу, делитесь этим видео, пишите комментарии, рассказывайте друзьям и знакомым, приезжайте к нам в сервис, в общем, до скорых встреч, не забудьте смотреть выпуск с этой рамы, обзор этой рамы есть на нашем канале, до скорых встреч, до скорых встреч.